Ладно, что есть. Что, все нормально? О, ну, с миром! Наконец-то увидел вас, где надо. Я уж сегодня ничего... Не был объявлять ничего сегодня. Потому что неизвестно было, как там, приехал или не приехал ты туда. Приехал. Ну вот, мы не знали, на собрании ничего не сказали. Потому что в неведении были. Я же его вчера ждал, а он сегодня приехал. Я думал, как ты ехал, там, автобусом или как? Поездом, поездом, Игнатьич. Поездом. А с поезда ты знал, куда пойти? Нет, ну, меня такси-то в любой... На третий этаж поднимет. А-а-а, понятно. Ну что, тебя Сергей признал? Да как же, конечно. Мы-то его признали. Давно. Я помню, что тот день, когда я первый раз его увидел у вас, когда вы с ним общались по скайпу. Ну, он-то. И когда он впервые попросил о помощи, и я вот пытаюсь помогать ему, но, увы, моя помощь, Татьяна Ильинична, с ним в одном симбиозе настолько, что они друг другу помогают, и у них лишнее вмешательство извне только разрушает их связь. Понятно. Я же говорю, это нога у меня... На ногах сейчас вот тоже бывают такие отеки на ступне. Вот. А она то надувается, то проходит. Это может быть или почта, или сердце. Нет, это еще лимфостаз, может быть. Лимфа накапливается, она... Ну, вот и у меня тут уже она бывает раз, надуется и исходит. Хорошо, что без наглоения, без осложнения все это происходит. Слава Богу, это Господь только милый. А у меня сейчас в ноге выкрепляет дырка такая образовалась, палец, можно туда глубину в 3 сантиметра, вот, и оттуда лимфа выливается. Это ж надо заполнять на грань. А чем? А у меня пролежни, они по 7 лет не заполняются. А ты сегодня приехал к ним? Да, да, да. А когда обратно поедешь? Сегодня вечером. Вечером. Угу. Примерно. Вечером. Ну, еще бы не сказал, все будет не в попад. Почему? Ну, по что? Потому что как воспримется это? Я вспомнил, показывает мавзолей Ленина, а его же увозили, когда он там был в Куйбышев-то. И дорогу-то что-то недосмотрели, он загнил, они там восковой заменили. Заголовок комсомольской правды был. Сколько осталось Ленина, на килограммы вешают. На килограммы. Там одной, говорит, руки нет, одной ноги там, что только нет. А когда бальзамировали, то они мозги через ноздрю вытаскивают, у египтян научились. А внутренности через левый бок отверстия. Ну, и туда-то селитру разную толкают. Все там, там еще и нету. Его по телевизору показывали, есть передачи, где его бальзамируют в ванной. Или это уже не он, там с луками, с ногами, у него живот вспоженный такой. Да нет, там обычное было бальзамировано. Обычное вскрытие было, без дождей, по-моему. А у него обычное вскрытие, у него с пароли кишки достали, у него все. Вот я нигде не считал, с первого дня до последнего, сколько на него истратились. На все, на мавзолеи, на закваску, и как выквашивают его, и сколько людей там ничем не занимались. Всю жизнь они около него присосались, около трупа. И получали деньги. Деньги, наверное, больше моей пенсии. Значительно. Говорят, что министр образования, там, Литвиненко, сейчас получает миллион двести тысяч в месяц. А у Виктора, наш, учитель, там, грошики. Учителя-то самая низкооплачиваемая должность. И все у нас демократия. А где же любовь? Маленько-то поделились бы. Забыли две руки. Но. Дема, но. Кратия. Корысть и трус, а струс и корысть. Больше ничего и нету. Придет время, говорит, будут мертвым живые завидовать. Вот я когда был в камере, только одно утешение, что я ни за что не отвечаю, что совершается там, на свободе. Ни за что. Потому что я не имею возможности. Только молитва. Так что... Не мертвым живым завидовать, а живым и мертвым. Мы сегодня только с Виктором Андреевичем об этом говорили. Да. Да, да, да. Я же говорю, я лежу тут в четырех стенах. Я так не хочу туда. Я даже батушке говорю, ты эти шторы не открывай. Не хочу я туда. Тут мир опасный. Очень опасный. Опасный за каждым шагом. У нас сегодня после богослужения, как всегда, было собрание. Ну и кое-что я там, кое-какие математические выкладки сделал. Как переписывали от руки Библию, сколько это стоило, какое время. Я все посчитал. Несколько человек сели переписывать, а потом количество страниц умножил, и оказалось, что если переписывать со скоростью, как Володя Пащенко писал, печатными буквами, каждый день с субботы и воскресенья по одному часу ровно на 7 лет Библию переписать. Я посчитал, вот у меня стихотворение, которое написано, но я же пишу на черновик, сколько количество букв система выдала. 4 миллиона, сколько? Это равняется полной Библии, не каноническими, и плюс заполнительный, еще в два раза переписать Новый Завет. Тогда будет количество того, что я написал рукой за 9 лет стихотворения, а потом столько же перепечатывал их. Это все между делом как бы мимо прошло. Вчера, это, не, сегодня слушал, как вы говорите, это, то, что, ну, Михаил Гордеев говорит, за компьютером сидеть, сидеть, а я лежу уже, я 14 лет лежу, и по 12 часов, один раз круглые сутки лежу и пялюсь в этот, и зрение, вы морковку едите, а я даже морковку не ем, а зрение на одном месте не пользуется, то есть как может быть? Чудо Божье, как? Больше никак. Лежа, вообще у тебя зрение-то будет неправильно, там, может, какая-нибудь жидкость не то протекает. Глазная-то там, она на воде все стоит. А я сейчас смотрел ролик, тут, он на первую страничку у меня выскочил, парад, какой-то там, видимо, к Октябрьской революции, в Берлине, в 56-м году, идут, как немцы маршируют, какие фуражки у них, НКВД-вские-то, если бы Гитлеру это показали, он бы со страху умер, что в Берлине немцы будут маршировать по-советски, все это делать, это в страшном сне не приснилось бы, и идут, прям видно, что боевые они такие, и они верят в это, что это надо, такой строй. А давно ли кричали хайль? Как я написал в стихотворении, хайль кричат, открывшая хайло. Ну вот, сегодня занятия у нас были, я все сидел и ждал звонка, приехал ты или не приехал, но раз ты замолчал, то и я умолк. Кто занятия вел? Занятия, как всегда, Сергей Павлович Пупков. Ну он так это, как на этом у нас... А собрание-то вел? Собрание, это занятие, а собрание у нас ведет до твоего приезда, догадайся, кто? Третьяков? Нет, конечно. Ты вновь? Севастьян. Севастьян? Севастьян, представь, я ему сказал, сразу остановил, в первое же воскресенье после твоего отъезда, и сказал, до возвращения Виктора Андреевича, ты будешь вести, он поклонился, согласен. Вот так. И теперь смотри, ты помнишь? Это послание у него. О, да он все, он как начинает, он считает, как глава стих к Виктору Андреевичу, как Виктор Андреевич говорил, вот Виктор Андреевич сказал, он спрашивал, кто не был в субботнее богослужение, и я спрашиваю, как Виктор Андреевич, кто не был, глава стих, молчун, он молчит, адвокат, и ведет собрание хорошо, громко считает, Мы его и оставим, Игнат Тихонович. Считает толкование, Болженов и Филак, как положено-то. Громко считает, только молился, когда спиной сюда, тиховато маленько. Ну и только первый начинает говорить, и мне предоставляется слово. Я говорю, я могу затянуть, основным не хватит, пускай все выговорятся. Но он улыбнулся, и давай тогда других. Николай Пальгоев стал говорить, он болел, возили его в больницу. Внутри ни одни врачи не могут определить, что. Не оперировали его? Говорили, что у него там холецистит, не оперировали? Ни не оперировали, ничего не могут признать. Притом врачи опытные, пенсионеры. Он рассказывает как, а говорят, ты как бык. А другие говорят, ты как буйвол. А я, говорит, чувствую, у меня тело холодеет, и все в животе как-то не так. Ну и я потом возьми и скажи ему, я говорю, Николай, ты знаешь, как ты любезен нам. Но когда, вот сказали, тревожная обстановка, ты в 10 раз стал дороже. Я подумал, я тебя никогда не увижу. Так он аж прослезился, там упал на шею одному брату. Я говорю, я внутренне понимаю это. Я лишний раз на Сергея выходить не буду. Я просто не понимаю, как бы я-то вел себя в таком положении лежать. Я к голубям полезу, по улице иду, а у меня никого нет перед глазами Сергей. Как же, это дельно и ночно, никуда. Я взял, пошел, золу вытаскиваю, а он лежит. Сейчас пошел мусор вытаскивать, иду и думаю. А Сергей лежит, никуда не идет. Мне до слез это дорого. Как апостол Павел говорит, недостающие страдания в плоти моей за вас. За вас и находящихся перечисляет, где, в каких городах. Мы сегодня как раз разбирали это место. Почему он страдал за кого-то? Как он мог за другого страдать? Ну, я тогда примеры рассказал, как... Ну, для того, чтобы в людях вера была. Страдания, он не просто себя... Недостающие страдания в теле его церкви. А где это, а где это, Игнать Ильич? А вот я думал уже над этим. А возможно, вот это как... Нашу веру включить, что мы за кого-то страдаем. Возможно, это... Ну, как сказать? Возможно, невозможно. Раз написано, возможно, значит... Я могу исповедовать то, что я, вот, допустим, за семью, за свою, за ближних, за своих там... Ну, за своих-то я не знаю. Тут еще вопрос надо подумать. Маленько не... Может быть, я что-то и не так. Ну, смысл весь понятен. Он прямо об этом и говорит. Сейчас я посмотрю Колоссиным. Он филиппистам, за филиппистами Колоссины. Вы пока еще не говорите. Страдания – это за Христа, который недостаток. Да, вот за Христа – это понятно. Они не то, что за болезни каких-то близних родственников, как там вот в йоге говорится, отработал карму своих ближних за кого-то. Это совершенно разные вещи. Но в православии есть такое понимание? Нет, такого понимания нет. Именно за Христа страдания. Недостающие страдания того, что окружающие не страдают за Христа, а он страдает вместо них, как бы. Ну, сегодня, допустим, молитву, там, вот, говорят, молитву матери, там, и заду это поднимет, там. Вот православие верят так. Ну, так это же православие в кавычках, что называется, такая вера. Я, о чём мы говорим? Нет, это… А может, вот этот стих применить, как его куда-нибудь применить? Нет, это… Вот, смотрите, где это написано. Послание святого апостола Павла к Каласянам, первая глава. 24-й стих, открывай. 1-24. Сейчас я не вижу. Это Калисянам, Каласянам, да. Каласянам как? 20… какой? 24. 24-й стих. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть в Церковь». Ну, то есть, за Христа, за Церковь… «В страданиях моих за вас». Вот это-то, понимаешь, нет? Как толкуют это, святые, в это место? Как толкуют? Толкуют. Толкуют? А дальше 25-й стих-то, просчитай. «Который сделался я служителем по домостроительству Божию и вверенному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие». Дальше 6-й стих. «И тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоворил Бог показать, какое богатство славы, в тайне сей, для язычников, которой есть Христос, в вас упование славы». Вот дальше, которого мы что? Вразумляя… Нет, которым… «Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека». Нет, вы пропустили 27-й. А, ну да, 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 28-й, считайте. «Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и получая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь и подвязаюсь силой Его, действующей во мне могущественно». Ну, то есть он говорит о том, что вы идёте, вспоминаете, и вы дополняетесь моим, вот это и уезжание моим, дополняете свой недостаток. А вот смотрите, Колоссянам дальше, кто делил там этот, Стефан, он отделил, вторая глава, первый стих, смотрите, куда пошёл, считай, 2-1. Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас, и ради тех, которые владея Кии и Иерополе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти. Так имеет подвиг тоже ради их, и ради тех, которые владея Кии, и ради тех, которые в Иерополе. Подвиг-то обычно как? Ну, подвиг совершил человек-космонавт, ему присвоили звезду Героя Советского Союза. А это подвиг совершает не ради Христа, а ради тех, которые владея Кии и Иерополе. Он продолжает мысль с первой главы. Ты понимаешь, что это? Но опять же, подвиг-то для чего? Для того, чтобы проповедовать им, для того, чтобы они приняли Христа, для того, чтобы они исповедовали Его и действовали так, как заповедовал Христос. Вот ради вас, Колоссян, и ради тех, которые владея Кии и Иерополе. Да, все эти страдания телесные он принимает и благодарит Бога, для того, чтобы спаслись эти Колоссяне. Да, ради них. Он это делал добровольно. А они не делают этого, поэтому он вместо них как бы и делает, приносит эту жертву, эти страдания, и восполняет недостаток от них исходящего. Они недостаточно молятся, недостаточно исповедуют, недостаточно делают то, как говорит Христос, поэтому он их подвязает на это. Вот это и есть страдания вместо них. Вот 24 стих 1 главы, опять возвратимся. «Ныне радуясь...» Какое состояние высоты? Он радуется, во славу Христа парализован. Я радуюсь в страданиях моих за вас. Почему? Потому что мы в одном теле, Христовом, мы церковь. Мы как... Мы одни. Недостаток в плоти моей, в моей плоти недостаток, скорбей Христовых за тело Его. Страдания, как Христа, за истину, за торжество, благовествование, ради которого Павел поставлен, он выше об этом говорил. И он примирил в теле плоти Его смертью Его. И вот этот недостаток, он его чувствовал, как на весах. Мы этого не чувствуем. Мы не можем ощутить эту боль недостатком, чтобы понять, что ее надо восполнять. Вот как будто бы нам отмерено вот столько-то. А люди не знают, и вдруг страдания эти обрушиваются на одного. Но мы-то грешные там были какие, что... А это говорит человек, который давным-давно отстал от прежнего образа жизни. Понимаете, сколько здесь тайн. Он говорит тайну, сокрытую для язычников. Он постоянно говорит тайну. Мы много рассуждали об этом сегодня. Я примерами показывал, что означает страдать. Когда пример, он как бы показывает, высвечивает мое личное положение. Я вот всегда говорю, для чего это Слово Божие? Вот приезжали телевидение на 24, это Анна Афанасьева. А она это подметила. У них, говорит, идут занятия с переносом событий с того периода, когда писалось, на сегодняшний день. Она не сказала лично к каждому. Второй переход – это лично ко мне. Если этого нет, то я встретил здесь сейчас Кунгуров. Ну, сейчас я прочитаю, правильно его ли считал, нету. Да. Владимир Карипанов. Вот, Карипанов. Владимир, вот там все, Владиславович, Владиленович. Даже Владиленович Карипанов. Вот запомни его. Он является директором, что ли, миссионерского института в Керенбурге. Что за институт? Тем более миссионерский. Это абсолютное просто несовпадение. Но он говорит хорошо, одетый, сидит так с бородой. И говорит, дает знания. Знания с толкованием дает. Но он никак не оживляет это слово. Это схоластика, это религиозность. Она не делает человека лучше. У него знания есть. Он знает, как другого прищущить, обвинить. Эти миссионеры, они этим и занимаются. Лже-миссионеры. Они лже-миссионеры. А они не видят глубины страдания ближнего человека. Как это ранят. Как далеко ушли. Что нужно делать. Какие молитвы о патриархе возносить. Они ничего не понимают. Почему? Это не входит в систему обучения. В систему обучения входит. Он читает Писание и поясняет. А Златоуст так-то говорит. Все правильно. Но эти знания, это дает ему теплую крышку от всех событий, которые происходят в мире и в церкви. Слово Божие мертвое. Ушами слышать будут, но не услышат. И он этого не понимает. А он мне понравился. Есть такие люди, которые один раз даже послушаешь, и ты видишь, что в самом деле он говорит по делу. Есть вот момент такой, я вот сейчас пришел на ум. Поэтому, вот когда Господь молился в Гефсиманском саду, и Он призывал апостолов не спать, бодрствуйте, и вы это молитесь. Он к этому, наверное, чувствованию призывал, чтобы у нас были единые чувства во Христе. Вот Господь придал к Отцу. Вот это вот. И до сих пор у нас мы не можем найти в себе вот этого чувствования. А ты вот еще, Сергей, я тебя спрошу. Когда у тебя бывают люди, или ты по интернету разговариваешь, я не знаю, как это построить, речь. Но ты спроси, скажи, ты понимаешь, что я лежу в недвижимости? Скажи, как ты сопереживаешь мне это? Как? Невоображение? Это плоть болит? А зачем спрашиваете? Я вижу сразу человека. А я ей, матушка, говорю, меня так, как Игнатьевич. Я говорю, больше никто не понимает. Меня люди не понимают. Вы меня, вот недавно, и знаете, кто понял еще, вот это, как ее зовут, с Украины? Ну вот, вы все говорите, она не православная, но она как православная. Из этого забыл, как ее... А, Петухова, как хочет, как по-украински хочет. Как ее фамилия? Не знаю, о ком решает. Ну вот, ну и ладно, потом найду, скажу. Она вот поняла, она вот увидела, когда меня заносят в этот подъезд, да, заносят, я там еле живой на этом, на покрывале. И она говорит, кажется, тело и голова. Ну я перед людьми вроде здоровый такой, все вот, голову свою показываю. И человек понять не может, что... А ко мне люди приходят, допустим, которые, ну, с этим мало сталкивались в жизни, и потом три дня отойти не могут, вот, рядом со мной побудут, и у них вот это все, как бы, не есть, не пить, не спать не могут. Вот. Ну как человеку понять это невозможно? Вот видите, оживотворение через это слово. Сопереживание. Вот это слово сегодня мы говорили там, что означает домостроительство. Понимаем мы или нет? Этот язык. Вчера на меня выходит один человек, и при том вывел его человек, который на меня вышел, до этого еще один, Сергей тоже звать. И он, у него задача стоит не душу спасти, а всех объединить вместе. А он как бы к язычникам больше, это родноверы сегодняшние-то. И он вывел этого человека на меня. И тот пишет в скайпе, я хочу с вами поговорить. Ну и давай поговорить. Я говорю, зачем? Я пишу ему. Откуда вы? Он молчит, не говорит откуда. Но я второй раз тогда говорю, вы назовите, где вы? Он говорит, в Китае. А пишет по-русски хорошо. Ну зачем вы? У меня вопросы. Меня к вам послал Виктор. Я пишу, какой Виктор? А он за крединов. Недавно один такой на меня выходил. Мы начали беседовать, он прямо за язычников. А когда кончили беседовать, тут у меня ролик стоит, он уже совсем не так мыслит. И он этого, который его знакомый в Китае, вывел на меня. И мы стали с ним говорить. Ролик будет на следующей неделе. Там написано Китай. Вот интересно. Меня заинтересовал язык. Я говорю, он русский? Он как там торговлей занимается, что-то такое. Я говорю, как вот по-китайски язык-то? Как вы на машинке-то печатать можете, когда иероглифов-то не 36, как английский алфавит, там 25 букв, или здесь 36. Ну это можно поместить. А сколько у них иероглифов? Ну так около 50 тысяч. Тысяч. Полный словарь. Бывает даже 3 тысячи слов. 50 тысяч. Да кто же их запомнит-то? Я говорю, а вот теперь. Я люблю, говорю, стихотворение Плещеева. Пророки тьмы. И человек, как от чумы, от вас проклятием отпрянет. И имена их презирать, своих детей научит мать. Как переведете? В какой форме? А он говорит, что у них, если там, ну я так утрирую, что если стоит иероглиф один, он означает дерево. Если дерево это стоит, а дерево говорит, то спилил или нет, это там, допустим, сбоку еще одна запятая кверху, оно растет еще. А если она книзу, значит дерево спилено. То есть это только в общем. Поэтому, говорит, они считают страницу раз в 20 быстрее нашего. Он глядит картинки. Иероглиф это картинки. А картинка не может передать нюансов никаких. Я говорю, а как же переводите Евангелие? Как вы переведете в это, что я сейчас прочитал Колосянам? А мне сегодня вышли, а я из-за чего заговорил-то, я долго искал эту систему, чтобы говорить и писал. И сейчас такую мне дали. Я вот разговариваю сейчас, и сейчас пишут, что у меня все это будет в ворде. И при том почти без ошибок. Только запятые проставить. Другую программу выставили сегодня, что я говорю по-русски, а там кнопку нажал. Теперь по-английски, речь моя идет, и по-английски печатается одновременно. Но там надо проверять, надо на таком большом быть, я же еще ничего не знаю. Но я с этой стороны позиции ему зашел. Я говорю, вот теперь я понимаю Ивана Сергеевича Тургенева, великий, могущий русский язык. Там ничего этого нет. Он не может передать, он в общих чертах. Христос как? А они рисуют дерево и рыба. Ну рыбу можно показать. А почему? Они даже знают, что Христос родился в день, когда год рыбы был. А при чем тут рыба? А при чем тут дерево? Нет слова? Если они скажут Дэн Сяо Пин. Вот по-китайски-то я не знаю, но я напишу Дэн. Д буква есть, Э, есть Эн. Или Мао, Зэ, Дун. Я могу по буквам собрать. Он не может. У него нет в иероглифов этого. И говорят, что еще их язык лучше нашего. Как же лучше-то? Я сегодня эту фразу сказал. Великое преимущество во всех отношениях быть иудеем. Во-первых, говорю, чем? Тем, что им верено Слово Божие. Я говорю, великое преимущество быть русским человеком, что ему верен русский язык. И великое преимущество быть православным, что им верены каноны церкви, труды святых отцов и жития святых. Нам не надо блуждать. Утром сегодня еще один зашел такой, видно, прям боится, боится. Я говорю, ну ты разрешаешь мне ставить в интернет? Ну прям он весь извилялся никак. Я говорю, ты не говори тайну. Поговорим, потом отдельно поговорим. Нет, выключают. Зачем мне время тратить, если... Потому что я знаю, люди на наших роликах новые и новые приходят. Новые. Речь идет они о десятках, больше. Ну и он кое-как начал говорить, а ничего там и нет. Я говорю, я понимаю тебя, почему ты боишься. Ты подкаблучник. Ты бабы боишься своей. Потому что у тебя там сзади что-то, и как бы ты ни проговорился. Ну, и гляжу, он что-то там... Я вас очень хорошо знаю. Корысти, трусы. Ты боишься, это не мои слов, а себя. Ну и поговорили, и дальше-то он к баптистам или к кому-то примкнул-то. Ну я ему все это рассказываю, и вижу, что он больше и больше склоняется. Как ваши книги достать? Ну я потом ему сбросил. Почему? Молитва. Молитва – это книги Нееме, вторая глава. Он был в веночерпием у царя Нееме, а в веночерпием – это самое доверенное лицо. Он может царя отравить. Это понятно, как в фильме Иеремии это показано. Пробуй вино. Он говорит, а если я умру? Он говорит, не можешь умереть, а император не может. Я сейчас можно это... Вот хочу вернуться, меня заинтересовал вот этот вопрос по-китайскому, по-китаю, да? Вот возьмем человека, менталитет русского и китайца, да? Вот китайец, он как бы в своем внутреннем состоянии, ну, что для него главное? Ему главная работа, да, и место для отдыха, весь менталитет заключен. А русского человека, она требует, как бы, как свободы какой-то духовной, да? Для этого и создан, может быть, для менталитета и создан вот такой вот вид общения. А зачем китайцу другое понимание, если его жизнь, вся его философия не в этом заключена? Китайцам она, по сути, не нужна никакая вера, потому что их жизнь земная. Божества никакого нет у них совершенно. Да, да. И зачем Бог, когда вся их жизнь заключена в земле? Да. Ну и что, никак они спасаться-то будут. Они об этом не думают, лишь бы наесться. У нас показывают, там они на востоке уже все захватили, землю. Если три года сажают, земля выжженная буквально, они такие удобрения привозят. У них урожай раз в 5-10 больше нашего. Я видел, какой урожай. Они о нас не думают. Там какие лягушки зеленые, там в Тагебуре все повыловили. Они все, и он сидит, большие майские личинки, майского жука. Он ест изо рта это раздавленное, течет. Ну это нет, не такие они, нет. Кого не такие они? Они всех лягушек поели, ящериц. Так вот столько народу. Там вот, который, знаешь, это Берл, который там показывает, выжить во что бы то ни стало. Он все ест подряд, лишь бы выжить только. Это тоже искусство. И вот, говорит сегодня о китайцах, они безжалостные. Они вообще не понимают. Вот в революции они, Ленин-то набрал их и тут они подряд всех уничтожали. Расстреливали, они не понимают, что человек, жизнь, душа. Я присылал ролик, вам видели этот, Михалков, ролик, план, в общем, захвата России я прислал, вам видели. Вот, то есть стратегический момент, как можно захватить Россию. Да, 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 видел, видел. Видел, как там этот десант высаживается и как, где. То есть они раненых не собирают с поля. Они идут, у них целые сотни тысяч отрядов, как кушечное мясо приготовлено. И они, у них, причем идеология, они знают, что они замерзнут или по ним по трупу. Он раненого не будет с поля боя выносить и перевязывать его. У него, если он умирает, он знает, что, ну, камикаты, в общем, готовят людей. Ну, и, да, видите, вместе с этим, вот, какая преданность своему народу, да? Я к чему сказал, что у нас великое преимущество перед другими народами, что нам верено русским язык, а православное нам верено какое сокровище. Если им верено Слово Божие, а нам верено Слово Божие, и плюс толкование правильно. А мы это ценим или нет? Куда люди-то православные называются? Они ничего не знают. Они идут в разные секты, страшные совершенно. Сейчас закон Яровой-то приняли. Сейчас мне пишут из Финляндии. Это общество Гедеона, это межконфессионально они называются, то есть межсорковно. Они никому не принадлежат. Везут двой машины Библии. Арестовали? Таможня российская, финляндская это пропустила, а дальше российскую арестовали и не пропускают. Экстремистская литература. Но они говорят, экстремистской, вот закон, когда признали, что священные книги, религии, которые здесь у нас дозволены, эти книги даже у мусульман, она не экстремистская, она самая экстремистская. Если бы разрешили сейчас здесь фашизм, то книга «Майн кампф» перестала быть экстремистской. Вот они как идут. Раз разрешили людей, а это их центральная книга, они показывают, а кто перевел, они говорят, синодальный перевод. А у них задание, все, которые не синодальные, под нож. Они говорят, синодальные, мы везем псалтыри, это по заказу. Не упускают, где-то загнали сырое место, там Библии уже попортились. Ну, там какой-то академия Санкт-Петербургская вызвалась дать рецензию, осмотреть и сказать, чтобы пропустили. Это никогда раньше не было. Мы сколько проехали со своими книгами, нигде задержки не было. Вот как времена меняются быстро. Успели. А что успели? А вы видели, что на Украине творится? Я еще в прошлом году говорил, они чистят все библиотеки свои, все сжигают, всю русскую литературу, все выносят и сжигают. Вот так. И говорит, вас не пропустят, хотя бы Яровая молилась там день и ночь. То есть запустила, от нее как бы идет, за ее подпись, а дальше уже не властно. Ну, как у персидских царей было. Он, аж так сердц, дал указание евреев убивать, а теперь останови приказ. Он говорит, я не могу. Ну, ты теперь уже понял, что я понял, но нельзя, я могу второй указ дать, что евреи имеют право оборонять и убивать, кто их будет убивать. Вот как. Вот Путин, допустим, принял какой-то закон, и все. А в Верховной, там эта Дума, там Рада, она говорит, нет, не одобряем, и все заглохло. И дальше нету. А тут, он сам должен знать, назад закону ходу нету. Раз изрек, все, умри, но выполни. Так бы, если бы мы относились к Слову Божию, это маленько по-другому бы жить стали. А то нужды нет, я ему показываю, вот написано. А он на Библию говорит, да мало ли, что там написано. Вы зайдите ко мне на канал, я выставил ролик. В общем, там буквально 4 минуты, Чубайс уже в открытую. Ну, это не сейчас, это уже несколько лет назад было. Они уже в открытую заявляют, что сокращение населения в 3-4 раза, ну, грядет. То есть, они уже, ну, не скрывают это в открытую, говорят. Ну, он тут принял участие, потрудился. И что интересно, у евреев, вот они не любят, очень не любят Сталина. Сталина не любят, а Ленина любят. А почему? Он привел их в власть, совершили иудейскую революцию. Они не любят всех, кто про них говорил неположительно. Достоевского ненавидят. По заказу, видимо, Чубайса этот фильм про Достоевского поставили. Он там и блудник, и еще только не наплели. Он просто страшно смотреть. Вот они не любят, теперь стал жениться. А почему? Он как раз написал в последней же статье про евреев. Кто они такие, что они делают, что на их совести. Все возненавидели. То есть, в отношении себя они ничего не принимают. А когда не принимают никакого обличения, это означает... Вот второе параметром 25-16. Он говорит, ты согрешил, меня Бог послал тебя обличить, а ты не принимаешь. И я понял, Бог решил убить тебя. Все, раз ты не принимаешь обличения, а тут вывод один одно. Ты не мои обличения не принимаешь, а Божьи. А раз Бога отвергаешь, Бог включает вторую часть. Если не покаетесь, все так же погибнете. Тут вот что надо сказать этим Чубайсам-то. Ну, вы вот когда говорите о евреях, вы говорите о секте Хаббат или о ком конкретно вы говорите? Так, о чем? О каких вы евреях? Сейчас вот есть секта Хаббат, это радикальные евреи. Да я говорю о тех, которые как Чубайс, которые вот против. Так они, Чубайс, это и есть, они относятся к тем, которые устраивают мировой порядок. Конечно, говорим не о мессианских евреях и не о тех, которые ничего не знают, а которые вот это все мутят. Ну, а мутят об этом вот хорошо, говорит этот, о секте Хаббат. Она же одна сейчас управляет вот этими делами. А так, евреи, что? Я сам наполовину еврей. Да ладно. У меня бабушка еврейка. Ну, Шульхан Арух, для которых Арух является руководством, вот так проще сказать. Найди лучшего христианина и убей его. Это что, не экстремистка? А его выпустили, открытый Шульхан Арух. Это, опять же, это выпустили, когда 200 лет назад тук его. Ну, тут побунтовали, там и Назаров вот этот приезжал к нам, который там все. Там в Думе подняли вопрос, замяли все. Почему? Потому что большинство их там, ну, там все ненавистно. Если упало, там яму не подавая, если женщина рожает, не придет. Ну, тут такое прямо кровоточивое все. И они выпустили недавно его. Ну, это просто исторический материал. Какой исторический? Это руководство к действию. Про них и говорить-то не стоит, но это явление есть. И поэтому как нам относиться? Да никак, только молиться. У нас ничего, никакого оружия нету у нас, кроме любви. Так они враги. Но нам об этом думать меньше всего надо. Я бы сказал просто, как оно есть. Почему? Что они вот такого не любят. Соловьев это сказал, вот, но философ русский, о них там хорошо и проще. Они даже дерево на Аллее Мира посадили в честь его. Соловьева. Мы вот привыкли говорить, они, они, да. Что за они, кто такие они, да? Где их взять, хоть пощупать, прикоснуться к ним, кто такие? Насколько вот лукавый все завуалировал. Понятно, где кому искать. И все происходит, а непонятно, откуда ноги растут. Да. Раньше вот любую войну возьми, да? Понятно, где враг, а где друг, да? А сегодня непонятно, где враг, а где кто есть. Все, кто, получается, все, кто не со крестцом, все враги. Да. Это определенно. Это уже никак по-другому. Потому что с позиции рассмотрения того, что они делают, воцарить Машиаха, то христиане-то больше всего и противятся, называют его антихристом. Гри, слово об антихрисе, Соловьеву-то, Владимир, просчитать так. Ну, а почему противимся? Мы, мы не, ну, я за себя, допустим, могу сказать, я очень жду, допустим, Машиаха, потому что я знаю, что за ним Господь придет через три с половиной года. Как Андрей Кураев говорит, ну, пришел антихристик, что я подойду, поздороваюсь и скажу, рад познакомиться. Рад познакомиться. Писание говорит, кто имеет власть умерщвлять, с тем не води дружбы. А у него будет власть умерщвлять. Он даже пророков убьет, Илью и Иноха. И трупы их бросит на улья с Иерусалима. Вот. На меня выходит разное, беседуем там с Иерусалимом. Вот вчера с этим долго про Китай-то я все разузнавал. Говорит, там много, много христиан. Я говорю, а какие? Ну, я знаю, какие. Католики, протестанты, есть и православные. А почему православных так мало? Потому что не проповедовали. Это так понятно. Миссий-то не было. О пожарах-то в Израиле слышали, Градий Игоревич? А? О пожарах в Израиле слышали? О пожарах, пожарах. А где они пожарах? Хайпы, Иерусалим, там горят, да, там. Не знаю, я знаю только, что позавчера умер Фидель Кастро. Ну, это да. Это уже такая более свежая новость. Я вообще ничего не знаю. Не террелизм, нет. Горят. Ну, это в интернете, не интернеты, и Вестериза тоже уже. Горят, наверное, Вестериза. Ну, и склоняется к тому, что открыли, не пробуют ходить, да? Нет, там склоняется к тому, что это поджоги были. Но это уже вот через несколько лет повторилась такая. Там выселяли прямо из Хайфи целыми районами из города. Такая критическая была ситуация. Наши два больших воздушных лайнера были отправлены туда, на войну с огнем. Сейчас, я вот думаю так, что сейчас ищут любой, любой ситуации, чтобы разжечь мировой конфликт, зажечь мировой вот этот вот очаг, пожар, чтобы люди противостали друг против друга. Все, что-то у них не получается никак. То там завяжут, то там... Удерживающая десница Господня. Да. Да, Господь удерживает до времени. У меня вчера фотографию выставили одной потеряевской девчонки нашей. Ну, из другого города. Она где-то там гостила, и где-то, говорит, она в брюках была. Мы долго смотрели фотографии, а 60 фотографий. Ну, я из них шесть выбрал, которые батюшке представлю, чтобы он разобрался. Его прихожанка. Девчонка-то еще в школе учится. Ну, лет 15 уже есть. И она брюхо в штанах, якобы. Мы смотрели, или платье провалилось так между ног, или что. Но на других явно видно, как она себя ставит, как обычно ногу отклящат, и боком. То есть совершенно мирской настрой. Ну, куда говорится. А мне говорят, вот это у вас потеряевки. Я говорю, нет, потеряевки этого нет. Вот вы там удерживающий теперь, конечно, в этом плане. Удерживающий теперь. Говорят, а вас не будет, что тогда там будет? Да Бог его знает, что там будет. Я отвечаю за свое. Я даже в тюрьме радовался, что я ни за что не отвечаю. А уж если в могиле заключен, вообще не ответственный. Я сделал, что мог. Постоянно говорил, как одеваться. Постоянно об этом говорил. Родителей там наставлял. Я же не молчал. Я останавливал. Она идет в школу, я останавливал. Что за юбка у тебя выше колен? У нас в лагере никогда так не ходят. Ну, я говорю, ты будешь уязвимой, тебя будут хватать. Ты растерзанно будешь. Одевайся как положено. И ты увидишь, что то языки высунули, стоят там, языки прям как лопаты высунули. Да разве хоть одна мусульманка допустит себе такое, что будете там задницу отклящить или язык высунуть? Почему? А над ними смотрят, они учат их. Они их строго держат. Там разные имамы. Узда нужна. Ну да. Крупская низра говорила, что узда для вас. Не знаю, сейчас вот Сирию показывают много документальных фильмов из Сирии. Много сейчас и молодежи, и мусульманские молодежи, и девчонки в штанах, и все такое. Есть у них тоже тенденция поворота. Азербайджан тоже сейчас. Вот у меня друг есть, азербайджанец. В Азербайджане тоже сейчас все поголовно ходят. Ну, большая часть в штанах, как без хиджал. Ну, в этом, бабут были, видели. Ну, а иначе как будет создана единая религия? Ну, конечно. Не, сатана, дело свое, он идет тихим сапом. Идет же тихим сапом, уже все, он покорил. Достаточно быстро идет уже. Позногие весь мир покорил уже. Так, шоу вот так вот. Игнатий Ильич, а мы сегодня говорили, у вас это, вы на черный день у вас готовы к эти запасы всегда? Я не понял, что готово? Ну, вы эту котомку с сухарями всегда готовите? А куда я отвез или что? Ну, вы готовы к это, допустим, к корресту? К корресту там. Он всегда готов. Сколько готов, столько готов. Я думал, что ты прознал, куда я сухари свои отвез? Я тут, Виктор Андреевич, привез эти самые семечки, как кедровые орешки, а я их на черный день. Я говорю, Игнатий, что он сухари собирает, а я кедровые орехи. А сухари, сухари это же хлеб. А кедровые орехи питательнее, лучше орехи. Ну, понятно. Нет возможности. Когда дорогой были, нам покупали, ездили, а сейчас сижу дома, что я буду это... Не надо мне уже. Это, ты уехал, меня передал, я даже не понял, ты кому передал-то меня. Я подумал, что Надя внухе, а ты Татьяне, оказывается, меня передал-то. Да. И она купила такое... богульники где-то в тайге. Ну, правда, я намазал раз. Нога белая и красная. Как намазал, они обе ноги красные сразу, прям сразу делается красная. Прям сразу. Ну, я, как она сказала, два раза утром-вечером. Оно высыхает быстро, но я три дня это сделал и понял, что мне не надо это. Мне... Я почувствовал с сердцем что-то. Почему? Потому что в Тиране они разносятся по всему телу, не только на коже-то. Я тогда налил горячей воды, ноги поставил, все, смыл с себя и вчера ей вручил обратно. Она не берет никак. Я говорю, мне она не нужна, она выполнила свою роль. У меня ничего не болит, не это. Я ей вручил. Я хотел вас... А сегодня позвонила мне утром эта Щукина, не Анилла, то мне с ногой не ладно. А я... Татьяна на работе нет, я матери Алифтини сказал. Ты попроси у Татьяны этот бутылёк-то и туда завезите ей. Очень действенное лекарство-то, хорошее. Нога-то прошла и так и есть. А вы видели такой... Всё время идёт многосерийный, не фильм, а с натуры. Мир наизнанку. Нет. А заряди, запомни. Мир наизнанку. Я сегодня об этом говорил. Это на Украине. Они избрали какого-то репортера, молодой. Ну, может быть, ему 25 лет, но не больше никак. Очень острый на язык. Дали ему денег. И вот он сегодня находится в Камбодже. Он не просто репортер. Он вместе с рыбаками рыбачит. Они по поясу, он с ботинками туда лезет, угрей ловит, вместе с ними там ест, варит борщ, по болотам ребятишек нанимает, идёт там, где далеко, вождь живёт, а у вождя 30 всего человек племени-то. И он с ними вместе там живёт и прямо берёт у него интервью и делает так, как у него кто снимает, и, видимо, там переводчик есть. И он говорит, а тот отвечает по-русски с такой интонацией, как будто он такой, ну, не видно, губы-то не так шевелятся. Вот. Это очень сильно. И где бы он ни был, он сам участвует. Вот он приехал, там где-то папуасы, а что у них? Ну, воины вот так косички заплетают, там косичек 80. И он, значит, на улице парикмакерской, он сел, и ему волосы заплетают, и в каждую косичку вплетают другие волосы. Эта операция занимает 6-8 часов. Вот он сделал всё. Ему сказали, через плечо, как ему подвязали, он за всё платит деньги. Дальше говорят, ему нужно меч, он меч купил, а другие говорят, это ещё не настоящий, надо лук. Он пошёл, лук покупает, и теперь едет к этим вождям, где они его принимают, там они рады, а другие живут на деревьях, на деревьях, там лезьте надо, как он лезет. Он сам участник. И с юмором всё рассказывает. Не старобрядец, нет. Он старобрядец, он никогда юмора не знает. И он рассказывает, он настолько доходчив, он настолько полезен. Все обычаи про зверюшек, про всё, что едят. И он всё это ест. Ест саморчество, но до того противно, но обидеть нельзя. Они наш борщ украинский ели. Он сварил, и вождей борщом ест. И говорит, что такое борщ, как капусту. Сколько минут снимаем, теперь дотушиваем, и разливает им. Сколько стоит, и всё переводит на доллары. Всё, сам ходит по базару, покупает поросёнка одного, чуть не увёл там где-то. Ну, это, говорит, у них валюта самая ценная, свинья. Но тут ещё не попало ему. Ну, до того интересный человек. Вот сегодня в Индии, завтра он где-то там, кажется, в Китае. И он как будто такой и есть их. Ну, одевается в одежду, всё с ними, беседует, узнаёт, и про Украину говорит. Но когда говорит, «Слава Камбоджи», не говорит «Слава Украине». То есть, никого не задевает. Одна там есть такая, у неё не поклоняется, у них кокосовая пальма, и один сделал религию по поклонятию кокосовому ореху. Кокосовый орех – это Бог. И бабка одна осталась, сестра покорения, только она одна, молодёжь уже в город уехала. И она говорит, поклонись. Он поклонился, ну, видимо, он никакой, кокосовому ореху. Я вот сколько его роликов смотрел, и не нашёл нигде, где бы, ну, увидел я, что недостаток очень сильного человека избрали. Такой доходчивый, такой весёлый. И всё, где говорит, и знает, а тут, говорит, только бежать надо, тут беда мне грозит. И бежит со всех ног, и где-то падает, и всё показано, как у него разлетается. И фотоаппарат там разбился, или ещё. И он, а другой-то его снимает, видно, где-то. Очень хорош. Вот мир наизнанку. Какая-то там на накидке как-то там, Никита переводит, там по-украински где-то есть, а говорит чисто по-русски. Ну, одна страна, другая, там, Египет, и он в самую гущу идёт. Народы, и все обычаи рассказывает, когда возникли, что из литературы знает, и с ними вместе работает, где-то, червей где-то добывает, там, ест, трудно, говорит, но это витамины, больше сегодня ничего нету. Вот на дереве строит, он помогает строить на высоте, там, 20 метров, где-то, какая-то, что-то там, поросёнок туда-то. Как Беоргрилс? Как Беоргрилс? Как Беоргрилс? Да-да, Беоргрилс, точно так же. Но этот именно с народом. Он везде, везде, прямо на самом деле. Я сделал это для всех. Его фамилия Комаров, Комаров Евгений. Нет, кажется, Дмитрий. Дмитрий, наверное. Вот. Удачно избрать человека, который бы проповедовал. Это тоже на это надо выпросить у Бога. Даже вот на это дело, я гляжу, тут большую пользу он может сделать. Он говорит где-то о Христе, о Боге. Ну, говорит, да что? Да. Да попробуйте. Говорит, перекрестится по-своему даже там, показывает. Он, видно, православный. А может и нет. Ну, я видел в одном месте он это делает. Меня очень заинтересовало. Я смотрю один ролик, второй, третий, так много нового узнал. Это нигде не найдёшь. Он прямо на месте. Говорит, пишет, а уже этого ничего нет. Сейчас вот это вот. Вот людоеды. Вы же людоеды были, да? Говорит, а давно не едите? Да нет, уже 15 людей не едим. У них было такое. Избирали между двумя вождями, кого избрали не так. Ревизионная комиссия не понравилась. Они их всех убили и съели. Ревизионную комиссию. И как это мясо, говорит, оно сладковатое маленько. А сейчас мы его не едим. Нам, говорит, запретили власти. А то накажут. Как один приехал сюда, целует Брежнева-то. А по-своему говорит. Они знают, что его понимают. И говорят, упитанный какой хороший. Упитанный. Вот я вам рассказал про этого комарова. Комарова, да. Спасибо, Христос. Он будет посмотреть. Посмотреть мир наизнанку. Я вчера со священником, с одним, ну, затворил это. Душа, ну, в Библии, душа животного в крови, а у человека где душа? Никто не знает. Святые об этом говорят. Бог умолчал, и мы молчим. Никто не говорит. Никто. Иные считают в средостении сердца, иные считают в головной части. Но никто не знает. Только предположения. Ну, вот. И что вы скажете, допустим, ну, это понятно, что вы скажете. И я имею в виду, как вы посмотрите на то, что сейчас вот операцию намечают парню сделать ему голову пересадить, хотят на другое тело, да? Душа с ним останется. Я думаю, не сделать этого. И поэтому про душу говорить рано. Не, не сделать это. Это разговор. Вот сегодня, смотрите, технически это возможно уже сегодня. Технически возможно уже давно, причем 10 лет. Мне профессор 10 лет назад, 15 лет назад говорил, что можно отведать голову и пришить назад. Это у Беляева, фантаста, у Беляева такое есть. Никто, мой бывший заведующий отделением, он, бывучи студентом, пересаживал собаки второй процент в другую голову. Собаки, да. Собаки, я видел. Теленку пересаживали в Америке. А человеку, я так думаю, не будет этого. Ну, вы как думаете, а если будет душа сохраниться с одной головой? Не знаю. Святые умолчали, мы не знаем. Душа бывает уходит и возвращается. апостол Павел пал, когда там и в тихий упал и говорит, душа его в нем и возвратилась у Елисея и душа отрока возвратилась в него, душа возвратилась. То есть она выходила и возвратилась. Ее не было. Вот когда человек обмирает, там какие видения загробные-то. Ну, это написано вот у Серафима Роуза хорошо. Ну, говорит, на этой грани перехода много действуют злые духи, так что всему верить нельзя. Ну, если определения нет никакого душа, значит, возможно, что наша душа, она как-то прикреплена к телу непонятно каким образом. А животным мы же все-таки тоже по сути тело, плоть-то наша, по сути, животное такая же плоть. Вот. А почему и по-иному тогда получается? На каждый вопрос под вопрос. Мне это нужно зависит от этого мое спасение нет. А не согрешу ли я языком? Я все узнаю, передать никому не могу, доказать не могу. А зачем мне это? Не знаю, вопрос отклоняю. Так вот, сейчас они и спорят, он собирается делать операцию, а священники спорят, понимаете, душа с ним будет или священники решают таких шпорств. Убитого медведя делят. Больше заниматься нечем. Пускай идут благовествуют. Спор беспочвенный. И мне задали вопрос по интернету, вот Масленников выступает Сергей Михайлович, знаете такого? Масленников. Да. Вот, мне он нравится, как говорит. Но для него главный как идеал это Игнатий Бринчанинов. А я пишу Игнатий Бринчанинов, он нигде не показал, что он разъем свыше даже. Он не евангельский христианин-то. Он ничего не создал. У него еще нету этого. И вот дальше он говорит, там школа покаяния, как говорят. Мне нравится его вид, как он говорит, что. Эпитимю накладывает. А его сейчас гриф поставили на его книги, патриархии, книги продавали. А у него успех большой. Где он в Екатеринбурге служит, он не служит в пропаде, он мирянин. Количество прихожан в 4 раза увеличилось. В воскресный день человек 300 стали причащаться, новые люди. Но они, я понимаю, по зависти. Они его сейчас зажущили. Вот я о нем как раз и меня попросили прокомментировать. Он говорит о католиках, как затягивают православных, там, это ролики будут. Я уже вчера два ролика создал. Что католики правее нас от отца и сына исходящего. Это вернее. Но у нас от отца исходящего, я так считаю. А от отца и сына половина святых отцов понимали так. Католиков-то за что ругать-то? В одном месте написано умолю отца моего пошлет Духа Святого. А в другом месте я пошлю. Ну и что? Я и отец одно. Ни выше, ни больше, ни полномочнее. Спорят совершенно не об этом. Нужно говорить, воспользовался ли я сошествием Духа Святого, который облег силой апостолов и пошли на благовестие. Они пошли. Вот Елисавета исполнила Духа Святого и сказала. Симеон, богоприимец, исполнился Духа Святого и начал провещевать. Дева Мария исполнила Духа Святого и сказала. То есть труд Духа Святого говорится в действии, в проповеди. Православные этого не знают, а спорят, от кого Дух исходит. Да от кого бы Он не исходил. Для вас он какое значение имеет, когда вы живете по плотским похотям? Дружба с миром и стражена против Бога. А вопрос-то он сам по себе не из той горзины. Если мы не сможем до конца понять, что такое Троица, зачем нам размышлять о том, от кого исходит Дух? Вот о чем я и говорю. Зачем это? Надо говорить конкретно о том, что поможет людям стать другими, последователями Христа. И дальше, где Он говорит о покаянии, и там в одном месте где-то какое-то слово привязались. Я в первую очередь прослушал его не один ролик, а потом все в интернете выловил, что о нем говорят отрицательные патриархии. Что интересно, они как будто с моих хаулителей, разных душителей с Куратовым взяли и к нему прилепили букву в букву. Это псевдопропавленник теперь Гуру, Гуру. И дальше все слова, какие на меня клеят, на него точно так же. Точно так же. Но у него исследовали, они предполагают, а вот если это возможно, я сегодня показал, смотрите, я иду по нашей трапезной, я ничего не сделал, но под ногами лежит у нас там резиновый коврик твердый, а если я запнусь, я падаю, раззапнулся, то у нас Тамара-то упала, вы же как, Татьяна упала, как повредилась, я упаду и головой ткнусь в стекла, которые в шкафу. Возможно? Рядом, возможно. А дальше, а рядом сидит эта Аполлинария, это Политыкина, девчонка-то, ну там года три, стекло разлетается и прям в горло втыкается, я убийца. Лбом своим я убил ее, стекла разлетелись, ее убили. Так я не встал со скамейки, это вы придумали, я даже не ходил там. Они говорят, а вот этих его книг возможно отчаяние, а возможно отчаяние, возможно, кто-то на себя руки наложит. Это они обвиняют его в этом. Это у нас, когда был там один дружинин, может ты знаешь, Геннадий Петрович-то, но его сын, это батюшка, отлучил от причастия-то. Так он поехал к председателю сельсовета жаловаться, что, а тот говорит, я коммунист, а какое отношение имею? Он вернулся и ко мне, вот отлучили, а он в унынии, да еще у него, может, товарищ есть, и они двое повесятся, а это доведение до самоубийства, это уголовная статья, он подполковник милиции-то, подполковник, и он все это подгоняет под статью. Ну, никто не повесился, ушли веритики, но его выбор это, понимаешь, как вот на меня они наворачивают, но мои книги-то исследовали не два года, не три, а 14 лет и в Почаево, и в Сергиевой Лавре, и у Дворкина, и ни одного слова нигде нету, нету ни в печати, почему Бог меня прикрыл. Но у меня-то они ничего не находят. То есть, он там говорил такое, там вот толкование какое-то свое там, а если-то написано в молитвах, он отвергал, говорит, это не считайте, где говорится смиренный, а только грешный, супергрешный, а я наоборот против этих слов. То есть, меня Господь прикрыл знанием Писания святых отцов. Но эти люди, о ком я говорю, тот карипаноп, и этот, они мне понравились, и видом, и как говорят, и чисто Слово Божие, но они не оживотворяют его, они не миссионеры, у них даже в зародыши нет этого. Но люди хорошие, видно, и поэтому мой голос против них никогда не зазвучит. Я сегодня говорил, у меня есть табу на некоторых людей, вот Сергей, который перед тобой лежит, я нигде в печати на него не выступил, и никогда не выступлю. Определенно. А он сделается врагом, меня будет поносить, это его дела, но не мои. Для меня он по-прежнему дорогой, любимый, о нем молюсь, ночью встану, на молитву надо, важное дело, первым делом Сергея опомянуть, как он вахту несет. Вот как. У меня другой подход к этому. Я сказал там о Степаненко, он теперь совершенно другой против меня, там что говорит, меня это не касается. Был момент, когда ему было трудно. Я за него заступился, он откликнулся. Вот этот момент у меня высвечивается. Остальное наплевать да забыть. Да он не особо, не против, он, видите, он тоже переживает. Он недавно мне писал, он не против, Максим, да. Он, у него свое видение, понимаете, вам тоже надо связаться, как бы поговорить. Он совершенно не против. Ну я не против, не против. Но слова-то, которые говорит, друг никогда не скажет этого. Вы не все считали. Даже на меня вышла вот женщина, вот аженина Жолнирова говорит, вот ее там выставили, а она на улице стоит, он, так тебе и надо, мало тебя. Ну как, это тоже только может сказать человек, который в миссионерском отделе, вместо сердца у него булыжник. Дальше, вот эта женщина зашла, у нее два сына в семинарии, она плачет, он сразу вышел. Лесемерная женщина плачет. Тоталитарная мать. Бегите от нее, дети, из дома, бегите, бегите, восхищательный знак. И она пришла к такому же тоталитарному старцу. Это что, дружеские слова? Вы не знаете просто, это все выставлено в интернете. Я тоталитарный старец, а она плачет, женщина, о своих детях, как быть-то мне, в армию идет он, как я лишаюсь детей. Это тоталитарная мать. Она о детях плачет, он видит, тоталитарное. Я не против, я просто вынужден сказать это. Ничего там дружески, но она нет. Его везде цитируют, как он против меня идет. В ее позиции обличить сегодня подгодушников, то есть поднять вот дух, вот такое мужество в народе. Он как бы с этой стороны смотрит. Нет, нет, дорогой мой брат, нет, не так. Не так. Это наличие тебя в миссионерском вот этом лжеотделе. Оно делает человека бесчувственным. Они набрасываются целой стаей. Они не знают, о чем говорят. И они как будто бы совершенно рехнулись. Я о нем уже не говорю нисколько. Я только молюсь о нем. Раз я молюсь, он мне не чужой. И о нем я не выставил нигде, ни разу. Это я с вами говорю как с близкими людьми, чтобы не пожалеть. Я молюсь о нем. Он у меня в счисле гонимых так и остался. Ему охота закрепиться там в этом отделе. Я понимаю как. А для этого надо показать, что ты патриот. Поэтому режь головы каждому, кому власти не нравится. Докажи, что ты такой. Я знаю, у преступников так. Ты в нашей компании, да, сейчас зайдем в магазин. Вот женщина стоит последняя, хорошо одетая. Подойди, вырви сумочку и плюнь ей в глаза и обматери. Так за что? Значит, не годен. Сегодня тебе решка. Вот и все. Вот у них такая же самая порука. Как они поднялись на батюшку. Он там безблагодатный, отец Аким. А приезжает наш митрополит Иларион с этим митрополитом Сергеем встречается и батюшка с ними. То есть они богохульники, эти люди из этих отделов. Отделы миссионерские нельзя создать. Это сатана их подделывает. Могут быть проповедники, могут благовестники. Миссионерский отдел никто не создает. Только по два человека Иисус посылает. По два человека апостолы идут. Святые отцы, Кирилл и Мефодий, везде подвое. Варнава с Павлом не заладили. Павел берет силу, варнава идет Марка в разные стороны. И церковь говорит, и хорошо. Два светильника в одном месте слишком накладно. Они не понимают ничего в этих отделах. У них мозги отшибленные. Но я ему это лично говорить не буду. Почему? Чтобы не разодорить больше. Я только молюсь о нем. Я смотрю, как он принимал крещение, как все было, какие торжественные моменты. Все по-другому. Совершенно по-другому. Он тут написал, чтобы эти люди со мной живут. Володя, чтобы со мной за стол не садились, такой я грешный. Ну что это, друг может сказать? Володя, Никита, чтобы со мной за стол даже не садились. Наталют и враг даже мне ни один не говорил это. А вы говорите, он ничего не имеет. От злости они лопаются. А почему? Правильно сказал митрополит Сергий. От зависти. Они ничего этого сделать не могут. Они не понимают. Женщина плачет. Нина плакала, он ее тут же загнобил. Эта заплакала тоже. И все выстояло. И на меня сказал, посчитай, что я это про тебя написал. И делая грех, они стыдятся или не стыдятся. Они хвалятся этим. А тут же в интернете подхватили, вот Степаненко опомнился, он истину говорит, это такое-то, такое-то, там на меня волк и что угодно. Ничего там дружественного нету. Там рога. Но для меня это табу. Я их не трогаю. И никогда. Я вам называю кого? Двоих достаточно. А он против. Испытания, испытания Бог послал. Но меня это нисколько не трогает. Опыт. Я восполняю недостаток страданий за тело Христово. Поношение, златоуз говорит, переносится намного труднее, чем страдания телом. Иов перенес страдания, но когда друзья начали упрекать, он не перенес. Вот как это тяжело переживается. До разрыва сердца. Но я молюсь. У меня крепкая вера. В меня это не действует никак. А я, наоборот, почему-то еще хочу, чтобы меня друзья говорили. У меня почему-то сейчас такое есть. Хочу, чтобы обо мне сказали. Обречи. Да. Смотри. А то рядом где-то за головой кто-то услышит и как раз делает. Проси, наоборот, чтобы не было. Избави нас от лукавого. Не говори. Правильно. Я тебе плохого не скажу, брат. Не говори. Ты этих слов не говори никогда. Если я Господь допустит, по стенке размажут самые маленькие. Поэтому не знаю. не рыпаюсь. Но только прошу, если допустишь, Господи, и я не успел убежать в другой город по заповеди, да будет воля твоя святая, да будет это благовонной жертвой на алтаре твоем. У меня уже год прошел с Куратовский на прошлой неделе и опять вылез уже под именем жены. Да, 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 да. Я знаю. Я бесноватый. Он бесноватый страшно. Он перешел грань по всей вероятности. Он еще не понимает. Напал Роскоднадзор на нас. Лагерь разрушают. Наконец-то достали до этого упыря. Упыря этого. Задавели бы там. Он бесноватый. Он засланец православия. Он никакой не православный даже. А он сдернулся-то на вас, когда с вами разговаривали. Когда я сказал, как же ты, баптистов, не знаешь, за церковь-то. Как он взъелся-то тогда. Вот с этого его понесло. Он на мне обломался-то. И везде он то под Татьяной, то под Тамарой, то где-то. Это внук Скуратова, который задушил митрополита Филиппа Колычева. По всей вероятности так. А я по вашим словам, как вы говорите, за хвостом ям на кнопку нажал и все. Ну, правильно. Ну, ты знаешь, наши отношения, где он подписывался-то. Какие отношения тут и все. Наша переписка тут была. Она начала паниковать, что на нее там Селиванова говорит. Я говорю, испытания, перенеси. Она перенесла и все по-хорошему. Ну, что, вы говорили, да? Да. Я очень рад. Спаси, Христос. Аллилуйя. Ты это... Всем в Барнауле, братьям, сестрам. Ну, да. В Барнауле потеряешь. С началом поста. Спаси, Христос, да. Что надо по посту? У меня написано по большому уставу. Я переводил, сам брал оттуда. Это кисло православие посте. Там возьмите. Там все дни расписаны. Все. Вот рыбу сейчас можно, кроме среды и пятницы, до Николина дня. Зимний Никола 19 декабря по новому стилю. А после 19 до Рождества только в субботу воскресенье. Игорь Тихонович, у отца Иоанна сегодня празднует День Ангела. Можно позвонить ему. Кому? Отцу Иоанну, Суворову. Я никому не звоню. Для меня слишком расход это. Да, конечно. Я не звоню. Я сегодня вопрос задал всем. Скажите, у вас есть телефоны? Ну, есть. Вот такой какой-то. Говорят, там дешевле даже бывает где-то. Но мне купили. Вот что это означает? Я поехал в Потеряевку. У меня на нем было, ну, допустим, 300 рублей. 300. Когда я вернулся из Потеряевки, 8200 рублей лежало. Все время посылают. И разные телефоны. Если за книги, ну, 300-400 рублей. Вот я приехал, ну, я тут отдаю кому-то там телефон. Они снимают деньги. Опять мне обнулили до 240 рублей. Сейчас смотрю, 2200 уже. Я говорю, у вас у кого-то есть, чтобы незнакомые люди послали, ни у кого нету? Ну, неужели Билайн мне присылает-то? Ни подписи, ничего нету. Зачем? Не знаю. У меня десятки тысяч присылали. Что он говорит? Десятки тысяч присылали. Сережа. Я тоже не знаю, но я не воспользуюсь ни одной копейкой. Только этим себя утешаю. Я никому не звоню. У меня такое состояние. Нечего звонить. Кому надо, позвонят. Вот Виктор Андреевич всегда сам звонит, его расходы. Ну, а когда он звонит мне, Володя, проходит какое-то время, я ему 100 рублей даю, чтобы у меня цифра оставалась та же самая. Никите там 100 рублей дал, когда они мне звонят. Ну что, все? С Богом! Спасибо, Господи. Это мой ролик, что я записал. Мой, никто не претендуйте на него. Смотри. Я не добавляю, не убавляю. Я к ролику отношусь как к сакральному какому-то предмету. Почему? У меня другое отношение. Я хочу сделать, выделить смысл и как можно больше сократить, потому что у людей нет времени смотреть. Ну, правильно, правильно. Ну, вы сделайте со своим-то, а я посмотрю. А мой, как есть, я вставлю. Я его через неделю поставлю. Ну, все. С Богом! С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok